Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, сегодня обзор, посвященный модницам элегантного возраста. Посмотрим, как одеваются итальянки и посмотрим, что мы можем у них почерпнуть для собственного вдохновения, для собственного гардероба. Исходя, конечно, из той простой особенности, что климат очень часто определяет то, как мы одеваемся. Итак, итальянки, по крайней мере, в этом сезоне очень любят светлые аутфиты. И если это не полностью светлые аутфиты, то как минимум светлая верхняя одежда. При этом можно утверждать, что, скорее всего, это тренд. Любовь к ярким аксессуарам и к ярким акцентам всегда отличалась стиль итальянок элегантного возраста. Чаще всего это была обувь. В этом сезоне итальянки полюбили яркого цвета перчатки. Их было достаточно много на стрит-стайле. Единственное, что их сложно разглядеть, если я не комментирую, не акцентирую внимание, вы можете не заметить. Перчатки яркого цвета, это в основном оранжевые перчатки, фиолетового цвета и также яркого зеленого. Их я встречала чаще всего. Итальянки очень любят аксессуары и чаще всего, если говорить о периоде, когда достаточно холодно, это шарф, либо шейный платок, когда становится чуть теплее. Раньше мне казалось, что акцентной может быть обувь наподобие лоферов, либо макосин, максимум балетки. Но, как выяснилось в этом сезоне, обувь яркая, очень часто она именно выполнена из ткани, а не из кожи. Это обувь, в том числе и закрытая. Чаще всего такую обувь я встречаю на рынке, но это не значит, что она низкого качества. Я научилась находить местных производителей. В ближайшем обзоре я покажу вам снова акцент на обувь. Это прежде всего полуботинки и ботильоны. Шляпа. Признанный не только женский, но и мужской аксессуар. Здесь в Италии, но если вы живете не в Италии, будьте осторожны со шляпой. Это очень удобно. Шляпа за счет высоты тули не повреждает прическу и сохраняет объем. И когда мы долго носим шапку, к концу зимы, начало весны, мы можем обнаружить наши волосы, наша прическа не такая объемная, как нам бы хотелось и как мы привыкли. И как раз таки, когда мы носим шляпу, этого не происходит. Шляпа позволяет также не носить темные очки, когда вроде бы они нужны, но в них слишком темно. Это прежде всего пасмурные дни, когда солнце то выходит, то заходит, либо оно не очень ярко. И шляпа тоже решает эту проблему за счет полей. Но шляпа действительно аксессуар для достаточно фэшн-смелых, если в обществе не принято носить шляпу. И при всем удобстве шляпы мы можем ощущать себя в этой шляпе слишком нарядными, слишком одетыми. Поэтому аккуратно внедряйте этот аксессуар, если вы живете в стране, в месте, в городе, где шляпу носить не так принято, как, допустим, в Италии. В этом сезоне мы видели, что шляпа была, наверное, самым популярным головным убором. В Италии в любом возрасте принято и можно одеваться нестандартно, ярко, дерзко, не всегда элегантно. Хотя, если вы хотите безошибочную формулу для элегантного возраста, вы должны помнить, что в элегантном возрасте можно и нужно выглядеть элегантно. Это самый простой способ выглядеть хорошо. Но при этом это не значит, что нужно избегать ярких цветов, каких-то необычных фактур и даже фасонов. Кстати, в Италии не очень принят асимметричный крой одежды, но он также встречается. Встречается в магазинах чуть реже, чем классический крой и встречается также на модницах всех возрастов. В этом сезоне модницы всех возрастов носят широкие брюки, часто они трикотажные и уги. Раньше это казалось странным, раньше это казалось уродливым, но в этом сезоне подобный силуэт прижился и смотрится очень актуально. И действительно, это очень тепло. В этом образе все прекрасно и грамотно. Посмотрите, яркие перчатки, как яркий акцент, как аксессуар. Очень красиво смотрятся брюки и современно смотрятся брюки плюс уги. Наличие шляпы. Помните, недавно я рассказывала в одном из видео обзора витрин, что как раз таки шляпа, которая носится с casual одежды, с casual образами. Это очень хороший способ начать носить шляпу, научиться это делать и чувствовать себя в ней не слишком красиво одетой. Потому что шляпа, конечно же, ассоциируется с элегантностью, с элегантными образами. Но теперь шляпу мы носим в повседневных образах и как раз таки таким образом легче всего начать носить шляпу. Посмотрите, итальянки очень часто сочетают одежду, точнее цвет верхней одежды и цвет головного убора. Либо образы получаются замкнутыми, как в данном случае цвет, точнее вставка цвета на обуви сочетается с цветом шляпы. Я рассказывала о том, что замкнутые образы это всегда очень красиво. Чтобы замкнуть образ, нужно взять самые верхние элементы нашего ансамбля. В данном случае это головной уборник, это может быть шарф, это может быть край блузы. И по цвету сочетать с самым нижним элементом в образе, максимально нижним. Лучше всего, чтобы это была обувь, это может быть также чулочно-носочные изделия, это может быть также сумка, которую мы носим не на плече, а в руке. То есть эти элементы, совпадающие по цвету, должны быть максимально в образе друг от друга удалены. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... затрудняюсь сказать что смотрится более эффектно белые брюки либо брюки с принтом наверное предпочтение свое я отдаю в последнее время все-таки брюкам с принтом также и потому что их нет в моем гардеробе я еще не научилась их носить для меня это смелая вещь но могу сказать что наблюдая за итальянками прежде всего за итальянками элегантного возраста такие брюки вписываются в любой ансамбль и смотрится очень хорошо именно в зимних компоновках потому что в целом верхняя одежда зимой также холодной осенью либо не очень теплой весной это одежда одного цвета в этом сезоне она была в основном светлая если не можете решиться на брюки с принтом то тогда возможно брюки яркого цвета это тоже выход и вариант нет потому что мы не пили кофе про любовь итальяна к анималистичному принту сказано очень много на моем канале но давайте посмотрим как эффектно смотрится именно верхняя одежда в расцветке леопард либо зебра либо тигр от себя могу добавить что именно леопардовая расцветка наверное самая универсальная прекрасно будет смотреться с белыми брюками либо вообще с белой базы то может белый свитер плюс белая юбка белый свитер плюс белый деним и здесь важно понимать что именно белый цвет будет очень красиво смотреться с верхней одежды леопардового окраса молочные оттенки будут проигрывать белой базе очень грамотный образ стейди внимание на правую шубу темный цвета это кстати аутентичный тэдди посмотрите такой бесформенный силуэт очень красиво замыкается юбкой которая выглядывает и юбка гораздо уже чем силуэт пальто чем низ и край пальто это очень интересный прием используйте его для вот таких объемных силуэтов когда вы носите объемную верхнюю одежду у про бархатные брюки я тоже много говорю и рассказываю на своем канале бархатные брюки также универсальны чаще всего они выполнены из мягкого бархата а бархат этот синтетический чаще всего эти брюки прекрасно садятся по той же самой причине они просто-напросто на резинке по своему силуэту и форме они напоминают спортивные брюки у которых широкая штанина без манжеты внизу где-то и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Увидимся очень скоро Это была Яна Скворцова Всем пока-пока! ДимаTorzok 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 ДимаTorzok